Президент России Владимир Путин назвал время подлета ракет противника к Москве в случае вступления Украины в блок НАТО, об этом он сообщил в ходе общения с журналистом телеканала «Россия-1». Путин отметил, что продвижение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры Альянса к границам РФ, является крайне чувствительной темой для россиян, переживающих о безопасности своей страны. Российский лидер напомнил, что два серьезных этапа укрупнения блока произошли тогда, когда еще не было госпереворота на Украине и последовавших событий, а отношения Москвы с коллективным Западом были вполне нормальными. При этом все озабоченности России были проигнорированы. Не хочется употреблять грубые слова, но просто наплевали на наши интересы, уточнил он. Путин объяснил, что Запад ставит свои интересы выше мнения других сторон, вне зависимости от характера отношений. В частности, США делают то, что считают нужными исключительно для себя, абсолютно игнорируя интересы остальных. Например, разместив в Польше и Румынии системы ПРА, которые могут использоваться для нанесения ракетных ударов, американцы сократили подлетное время своих ракет к центральной части России до 15 минут. Представим себе, что Украина станет членом НАТО, подлетное время от Харькова, скажем, или Днепропетровска до центральной части России до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Пояснил он. Со слов Путина, для США, вероятно, было бы опасным и неприемлемым, если бы российские ракеты были размещены на Кубе. Время полета ракет до Вашингтона с Острова Свободы составляет 15 минут. Чтобы сократить подлетное время российских ракет к промышленным районам США до 70 минут, России потребовалось бы разместить их на юге Канады или на севере Мексики. Это для США красная линия или нет? А для нас? Ну кто-то вообще должен об этом подумать, указал он. Путин добавил, что Запад так и не сказал Украине нет по поводу вступления в Альянс. Поэтому окрики из Вашингтона в сторону Киева, звучащие перед намеченной встречей президентов США и России, ничего не значит, и российские эксперты должны это понимать.